здравствуйте уважаемые вязальщицы сегодня я запишу видео с небольшим обзором на пряжу малабрига есть небольшой опыт надеюсь он кому-то пригодится я вязала 1 2 3 шапки из пряжи малабрига риос 2 шапочки и малабрига меча это пряжа ровница у меня есть обзор на эту пряжу в общем видео на другие остальные пряжи но я решила что малабрига я вынесу в отдельное видео надеюсь это будет вам полезно итак давайте начнем с малабрига риос меча вот эту я пока откладываю начнем с зеленым значит это пряжа ночного брига модель так скажем пряжи риос цвет 809 с улиц молодежь на камере и на компьютере на телевизоре хорошо отображается она имеет более зеленый оттенок чем наверное на видео больше синевый ну вот цвет малахита очень не характерен для нее вот мне кажется такой малахитовый зеленый значит на бирке как все здесь видно милино милино супер вошь 210 ярдов 100 грамм начать вся пасма весит 100 грамм 210 ярдов это будет поменьше метров около 200 200 метров потому что в одном ярде 0,91 метра насколько я помню рекомендуемые спицы 6 8 я ориентируюсь именно на них сделано в перу такая бирка у нас была номер партии значит эта шапочка удлиненная бини слегка удлиненная бини на лицевая гладь я пробовала множество рисунков для этой пряжи была проблема выбора небольшая связана вот такой длинный образец по длине то есть взяла вязала сюда много разных рисунков подбирала решила все-таки остановиться на лицевой глади она и в принципе мне больше нравится лицевая гладь в целом на изделии и для этой пряжи достаточно пестый на мой взгляд очень хорошо смотрится простая простое ровное полотно мне кажется значит это слегка удлиненная бини обхват головы 55 и со всей пасмы у меня остался еще вот такой огромный клубок он не сильно твердый но мягкий в общем он плотный внутри там небольшая бумажечка на которой нам это то есть это вот все целиком осталось пряжи я думаю что с этого клубка но я еще не определилась может быть добавлю комплект в виде митинок или перчаток к этой шапочке либо это будет отдельная шапка но уже детская то есть получится family look так называемый да который сейчас в принципе любим мамами отложим но здесь наверно придется добавить какую-то другую нитку белую или черную ну какой-то в цвет подобрать для комплекта вязала я спицами номер три что сказать о пряже очень нежная на ощупь первое что мне показалось по ощущениям это как бы словно я трогаю шелк теплый бархатистый шелк очень мягкая очень приятно конечно не сравнить с другими мериносами пряжа премиум класса и она тому отвечает действительно когда я делала в то изделия сли вода слегка окрасилась но сама пряжа и полотно она не потеряла цвет все было с ним в порядке не не растянулась после этого не ширину не в длину насколько я помню я честно говоря не сильно все это мерила сразу могу сказать закрыла я макушку четырьмя секторами если кому интересно как ну как выглядит это пряжа в изделии вот это я сейчас охарактеризовала вот эту шапочку отложу в сторону и более подробно расскажу об этой фуксии так мы назовем эту шапку носила я всю зиму и сейчас я вам расскажу как ведет себя пряжа в носке значит это тоже мало бригариус цвет аниверсарио 005 тоже я здесь помню подвязываю цвет нитки скрутка пряжа плотно но очень сильно пружинит видите как с этой пасмы у меня остался вот такой клубок поменьше почему потому что по длине шапки одинаковые сейчас я их сложу но спицами они связаны разными зеленая шапочка связана спицами номер пять по всей длине шапочка фуксия связана резинка спицами номер пять само основное полотно на шестерке и это была наверное моя ошибка но я думаю все равно не справила бы ситуацию даже если бы я на пятерке взяла что случилось растянулась она у меня очень и очень при очень сильно вот я просто положу до кромку шапочки это уже ношена всю зиму шапка но количество петель набранных у этих шапок разно вот на зеленый их на 6 петель меньше здесь на 6 петель больше ну собственно больше из петель шапка сложена вдвое и с обратной стороны 6 петель и еще 2 нас 8 до 6 это будет 14 петель на 14 петель растянулась на 6 в общем растянулась не имеет значение шапка растянулась ужасно поэтому если вы будете вязать из малабриги риос пожалуйста обязательно вяжите очень тугую шапку вот эту шапочку я иногда мерил она связана на продажу под наличие и я иногда ее но одеваю например на фотосессию примеряла пока я связала и примеряла и она вначале было туго прям плотно я даже немножко так ну испугалась но в процессе вот небольших примерок она мне уже слегка села по голове чуть чуть растянулась и стала вполне комфортной для ношения вот это не стала носиться как чехол я могу целиком дотянуть на всю голову до шеи очень большая стала шапка растянулась но ее носить приятно шапочка теплая даже вот я носила по моему в 15 градусные морозы она меня вполне спасала здесь у меня еще помпон пушистые меховой я его сняла шапочка удлиненная но я перевяжу на следующую зиму потому что ну даже если я ее постираю она сядет что свойственно мериносу опять бы носить она опять растянется растягиваться на быстро чем я скорее всего свяжу на более тонких спицах резинкой скорее всего сделать не тыковку вот что касается носки вот сама полотна катышки прочее прочее я видела девочки некоторые выкладывают видео что изделие кашлатица вот я покажу вам свой опыт ну кашлатица конечно но не так чтобы очень я носил эту шапку очень часто на прогулке с ребенком вот посмотрите пожалуйста на кромочную ну точнее на край изделия вот на белом фоне края изделия катышков на мой взгляд мало я шапку не жалела сразу могу сказать вот снимала и просто кидала на полку там или скорее скорее бегом и надевала как успела так и надела вот она небольшими покрылась каким-то пушком вот собственно все когда значит я стирала шапочки ну на вто вода слегка окрасилась но цвет не потерялся помню этого говорила нет в начале видео этой шапочки я закрыла большим количеством секторов на сборочку да быстро быстро я закрывала изделия много секторов она мне слегка сборит на макушке так задумано здесь миховой понпон очень на мой взгляд симпатично мило смотрится вот это значит две шапочки малабриго риус теперь перейдем малабриго меча малабриго меча цвет арапей 875 очень красивый секцион до ручное окрашивание очень красиво приятная нежная пряжа 130 ядров ну вот собственно 120 метров 100 граммов рекомендуемый номер спиц 10 11 6 8 я вязала эту шапочку на шестерки и семерки плотнее значит эта шапочка сидит прям по голове лоб она естественно закрывает затылок закрывает шеи и вот где-то здесь макушка самой головы точно прям плотненько сидит без напусков вот осталось с пасмы моточек осталось не осталось я не знаю что это хватит только если докупать еще пасмы вязать но цвет будет естественно разным потому что каждая пасма отличается от предыдущей это пряжа на мой взгляд кажется что еще нежнее еще мягче кстати пока покажу к вам вам как сама пряжа выглядит в прокрасе вот нитка она внутри нитка белая то есть если мы так расслоим видите белое внутри то есть скручивается нить и прокрас осуществляется по поверхностным слоям внутри пряжа белое имеет такой пушок изначально эта шапка не носилась на тоже связано на продажу после одного вот его щадящего она покрылась пухом и такими вот сваленными участками тоже смотрите пожалуйста на кромку здесь все будет видно ну как мне собственно писал это все ну не производитель а продавец этой пряжи что это в целом характерно для пряжи ровница если вы хотите стать обладателем шапки с такой пряжи то нужно быть готовым к таким моментом это неизбежно это норма для этой пряжи когда делала в то я честно говоря потеряла сознание потому что шапка в общем пряжи когда впитала воду ниточки стали очень очень тонкими они все сжались вот как не знаю разорно в три и мне шапка вытянулась растянулась стала как сетка буквально рыболовная я не понимала что потом я будет не аккуратненько как могла сложила на полотенце отжала мягко-мягко в общем на долго сохла и постепенно пряжа испаряла влагу и набирал опять обратно объем и восстановился в прекрасную такое изделие то есть если вы когда вы будете делать если вы будете вязать в это пожалуйста не пугайтесь что будет происходить с полотном когда будете стирать в целом я могу сказать что я пряжами этими довольно нюанс такой что здесь на мой взгляд ну чересчур вот это вот пушок на ровнице риос растянулась почем зря я бы вот не рискнула бы вязать из такой пряжи изделия плечевое какой-то ну платок шар но я побоялась я бы скорее взяла наверно что-то какую-то полушерстяную пряжу и не такую склонную к растяжению к растягиванию но в принципе маринос то свой мариносу свойственно растягиваться в процессе носки в общем будьте внимательны вяжите на более тонких спицах плотным плотному что образцом плотной вязкой шапки тогда нас будет сидеть не растягиваться и прочее прочее надеюсь вам видео было мое полезно ставьте пальцы вверх подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новости о новых видео до новых встреч всего вам наилучшего до свидания